Ну что ж, мы продолжим говорить на тему детских кружков, увлечений. И у нас в гостях Юлия Викторовна Дычик, заслуженная работник культуры Республики Татарстан. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Юлия Викторовна, вы пришли к нам в студию в дни проведения как раз суперфинала. Я специально прочту, потому что название длинное. Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства созвездия Йолдузлык-2018, проходящего под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Миниханова и под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСК. Вот такой вот серьезный статус, скажем так. С чем и с кем вы приехали? Мы приехали с тремя коллективами и солистами. У меня выступала уже в первом туре, это было в воскресенье, три коллектива. Это детский возраст, 5-11 лет, ребят, ансамбль «Фантазеры». Средняя номинация возрастная 12-15, ансамбль «Не мальчишки», вокальный ансамбль «Не мальчишки», и старший возрастная номинация 16-21 год, вокальный ансамбль «Новое поколение». 21 год, это ведь уже достаточно солидный возраст. Это же мужчины. Это не мальчишки, точно. Мы в самом начале этого возрастного пути ребятам от 15 до 17 лет. Поэтому, так как мы уже перешли рубеж 12-15 лет, поэтому первый год в этом году приняли участие в старший возрастной номинации. То есть теоретически могут принимать участие и уже взрослые-взрослые ребята. До какого? До 21 года. До 21 года. На вашей практике вы встречали когда-нибудь действительно 21-летнего юношу, который выступает на созвездии, да? Интересно посмотреть на это, как дети на одной сцене соседствуют с взрослыми парнями. Ну, у каждого свои есть прелести, скажем так, в каждом возрасте. Хорошо. Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, представим себе ситуацию. Мы приводим ребенка в детский кружок танцев, песен и так далее. Что нужно пройти, какой нужно путь пройти, чтобы попасть на созвездие? Вот какие критерии отбора, может быть, вот как выявляют лучших? Ну, это на самом деле достаточно длинный путь, потому что начинается он, я могу сказать, как в Казани это происходит. Сначала идут районные этапы проведения этого конкурса и отбираются ребята в районах по городу Казани. Следующий этап городской. То есть победители районных этапов выходят на городской этап. И уже победители городского конкурса получают возможность выступить и принять участие на республиканском конкурсе. А сколько вот ваши ребята, которые будут участвовать в суперфинале, сколько занимались? Как подготовка, да, сколько подготовка шла? Ну, если взять старший коллектив, это уже много лет, потому что они принимали участие сначала в младшей возрастной номинации, потом в средней, потом в старшей. То есть это, по сути, целый жизненный этап такой вместе с созвездием. Так, а успехи в таком случае вот за столько лет? По-разному было. Были победы, были выражения. Ну, все-таки самые большие достижения, скажем так. Я сейчас, наверное, не вспомню. Потому что, в принципе... То есть победы еще не было? Нет, почему? Победы были. Вот я об этом спрашиваю. Их было много, они были разные, конкретно по местам уже не вспомню. Ну, вот с каким настроением вы сегодня идете? С радостным, с замечательным, потому что это всегда праздник для ребят, это возможность встретиться со своими друзьями из республики. Да, кстати, вот соперников вы своих уже знаете? Ну, в принципе, да. Какие-то вот города, я не знаю. Ну, это республика, да. Замечательные коллективы из города Кукмар, из Набережных Челнов, из Зеленодольска. То есть очень большая география у этого конкурса. И достойные представители, мне кажется, из каждого района приезжают достойные представители. И есть чему поучиться, есть что самим показать. Поэтому это всегда праздник, это всегда радость, это всегда желание творить. Ну, и расскажите, пожалуйста, вот за многие годы, когда вы, ваши подопечные, принимаете участие в созвездии, какие изменения происходят в самом фестивале? Может быть, вы что-то замечаете интересное среди выступающих, среди семейных героев? Да, уровень. Уровень, безусловно, растет, потому что, в принципе, республика, наш Татарстан, очень поющий, танцующий регион. Здесь занимается огромное количество талантливых детей, и это показывает то количество участников, которые приезжают на республиканский фестиваль. Да, кстати, примерное количество какое-то есть? Если я не ошибаюсь. Даже на вскидку, скажем так. Я думаю, что этот счет идет на тысячи, потому что это огромное движение, и с каждым годом все больше и больше участников хочет принять участие в этом замечательном фестивале. Ну и как преподаватель, как педагог, дайте, пожалуйста, буквально вне за несколько секунд советы, самые главные, как распознать в своем ребенке вокальные таланты. И не только вокальные. Ну и не только вокальные, может быть. В первую очередь, мне кажется, что самое главное – это желание ребенка. Не родителей. Не родителей. А именно ребенка. Петь, танцевать, заниматься каким-то видом творчества. Потому что если это делается вопреки желанию ребенка, то вряд ли мы получим какой-то результат. А вообще это огромный труд совместный – педагога, родителя и детей. Ну, желаем удачи вам в нелегком труде. Да, и пожелать удачи сегодня. Конечно. Спасибо большое. Победа вам.